Все, трещин нет, стоит. Сколько нервов было испытано на этом объекте, но все хорошо. Фундамент любого здания – это сердце здания. И получается, мы за последние пять лет к каждой третьей новостройке причастны, у кого есть свайный фундамент, потому что на сегодняшний день наша компания занимает лидирующие позиции на рынке данных услуг по Чувашской республике. Когда ты подразумеваешь под собой открытие дела, я сторонник того, что обязательно все проанализировать, понять, что за ниша и так далее. Б. Устроиться к конкурентам на работу, поработать там, посмотреть, где там месяц потратил, обзвонил всех компаний, которые нашел, проговорил с ними, встречался, ну, как бы, типа представитель заказчика. Вот. И, соответственно, я понимал о том, что вот здесь я его переплюну для заказчика, вот в этом, в этом, в этом, в этом. У нас ежедневные отчеты клиентов, фото и просто о том, что происходит на объекте, вот, какие планы на объекте и так далее. Сейчас модно быть предпринимателем, к сожалению, модно. Вот. Никто не идет по зову своей души, потому что, когда я решил открыть свое дело, то там не было моды, там было понимание того, что я могу. Я могу улучшить то, что есть на сегодняшний день. И я, исходя из этого, начал заниматься предпринимателем. И, исходя из того, что предпринимательство дает тебе свободу в выборе и в плане действий, только из-за этого выбора предпринимательства. Я хотел именно делать так, как считал нужным, а не так, как мне говорила моя руководство. Если погружение сваи будет халатное, то, соответственно, нагрузки на фундамент будут распределены неравномерно. И у дома могут быть печальные последствия в дальнейшем. Это и просадки, и трещины, образование трещин в несущих стенах. Поэтому точность погружения сваи для нас одной из основополагающих по профессионализму. В том плане, что у нас есть чертеж и допуски всего лишь 2-3 сантиметра. Я написал что-то типа дорожной карты, где прописал о том, что вот мне нужно это оборудование, оно у моего поставщика стоит столько-то. Как я могу купить, не имея особо денежных средств? Я при помощи такого инструмента господдержки, как агентства поддержки малопредпринимательства, договорился о получении там займа под залог своего на тот момент актива, который у меня и был заработан к тому времени, это автомобиль. И мы с партнерами заложили свои автомобили, получили данный займ, уговорили лизинговую компанию на этот займ, как первоначальный взнос получается за честь. И лизинговая компания нам купила ту технику, которая нам нужна. Соответственно, как только эта техника приехала на объект, нам заказчик сразу оплатил аванс. В дальнейшем, при помощи, опять-таки, инструментов господдержки, мы обратились в Минэкономразвитие Чувашской Республики, где получили по первоначальному лизингу на платежу 50% возврата денег. Соответственно, мне вернули 50% данных денежных средств, которые я пустил на покупку уже второй единицы по такой же аналогичной схеме. Данный дом был построен в рекордно короткие сроки. Мы приступили к погружению первой свайки в марте 2017 года, а завершили все свайное поле уже к апрелю того же года. Обычно на такой объем работ дается порядка 5-6 месяцев. Дом построен по программе переселения из ветхоаварийного жилья. Данный объект был под надзором муниципалитета и министерства Чувашской Республики и министерства строительства. Соответственно, здесь проверяющих было почти каждый день. Какой же это был трэш? Что были бессонные ночи, потому что процесс, получается, устройство свайного фундамента, не только это погружение свая и все, это и поставка свай, это и традиционные какие-то действия внутри объекта. И когда где-то в каком-то из этих механизмов происходит сбой, то конечный результат уже погруженный свай не видно. И, соответственно, приходилось в ручном режиме некоторые вопросы решать. Техника в том числе иногда подводила из-за того, что на нее была сильная нагрузка, и нам приходилось решать вопросы с запчастями в 12 часов ночи или в выходные дни. Когда мы начинали, все говорили, в строительстве кризис, вообще в стране кризис, куда вы лезете, вы зачем берете. Представляете, 6 лет назад мне было 26 лет, 27. И я беру на себя займы на 15 миллионов рублей. Это вот при стоимости первой единицы. Ну, и Дмитрий, и мои партнеры, соответственно, тоже. И первое время осознание того, что если все распродать, все, что я заработал, его не хватит даже наполовину, как бы заставляло двигаться, заставляло не сидеть на месте, заставляло мозг придумывать различные инструменты для того, чтобы о тебе узнали, чтобы к тебе позвонили, чтобы тебе дали какой-то заказ. На поле поиска клиентов мы землю рыли, наверное, где-то года 2,5-3. У нас была там спам-рассылка, смс-рассылки и так далее, так далее. Понятно, что с такими инструментами не стоит перебарщивать для того, чтобы прям совсем в черный список не попасть или там в спам какой-нибудь. Участвовали в различных семинарах с застройщиками, просто там для того, чтобы люди нас услышали, зацепились, вот, реагировали на любой запрос, который приходил на почту. Это твое дело, и ты за него радеешься. А когда ты понимаешь, что от твоих решений зависит судьба, там, ну, порядка 60 семей, да, так как мужчины у меня работают в большинстве своих случаев на работе, вот, то ты понимаешь, что от твоего решения зависит и их судьба тоже, потому что им нужна зарплата, им нужно кормить свою семью. И ты уже не позволяешь себе подойти к каким-то вопросам, ну, как бы так, легкомысленно, как могли бы это сделать наемные сотрудники. Обладаю знаниями в бухгалтерии, юриспруденции, в каких-то охранах труда, там, мало того, что ты должен думать о том, как бы тебя за то, что ты уже сделал, не догнали, а еще думать о том, наперед, как бы еще развивать эту компанию. Чем больше ты развиваешь, тем больше вопросов возникает, потому что чем больше компаний, тем больше людей, тем больше различных ситуаций, которых вообще не представлял даже видение, да, то есть вот как работодатель, на меня мой сотрудник может там наклявничать, и у меня могут быть на это очень серьезные последствия, а я на него не могу, даже если он не вышел на работу по законодательству. И вот такие моменты иногда заставляют думать о том, что, ну, как бы я вообще, правильно, на руках иду или нет. Ну, на самом деле, эти мысли быстро улетучиваются, когда ты видишь готовый результат, когда сдается объект, когда есть звонки или встречи с довольными застройщиками, которые просто тебе говорят, ну, приятно было иметь дело, было очень классно. Я и моя команда в лице организации приложили усилия к формированию какого-то градостроительного облика нашего города, который останется на века. Вот, это вызывает чувство, ну, какой-то гордости и уважения, что мы смогли это сделать, и мы справились со многими вопросами, которые возникают в процессе. Потому что каждый дом, он по-своему оригинален, у него каждого есть свое свайное поле, свой фундамент, который не похож на другой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok